Доброго времени суток, дамы и господа. Сегодня поговорим о том, как получить маунта под названием Облик Террис Госсы. Многим этот маунт знаком еще с рейда Огненные Просторы. Там мы должны были собрать посох легендарный, это можно было сделать только определенными классами. И после этого, юзая легендарный посох, мы превращались в Террис Госсу. В целом, принцип действия остался почти такой же, только его немножко разнообразили. Сейчас все разберемся, все расскажу, покажу и объясню. Начнем вообще объяснение, да, с чего вообще нужно начать, что нам нужно для начала. В обновлении 10.1 были введены новые квесты различные. И одна из цепочек, недавно введенных, это цепочка на синих драконов. Специально зашел на Твинкарс, целью того, чтобы показать все это с самого начала, чтобы получить самый первый квест у Калесгаса. Называется он Смотритель Склепа. Делаем квестлайн, делаем все-все-все квесты, которые нам только предложены. Сначала эти квесты будут сверху, потом они переместятся к лазурному простору, к подземелью лазурное хранилище. И тут мы, используя драконоискатель, такой небольшой алтарь, будем зоны разные активировать. Там пиратская бухта, в Нордсколе будет локация, в Пандарии будет локация, в Калимдоре две локации. Далее сценарий в лазурном хранилище. И сделав вот это вот все-все-все-все-все, а также получив игрушку под названием доля мудрости Синегоса, мы все, можно сказать, цепочку основную завершили. Далее, все уже зависит от того, есть у вас посох и хотите вы получить маунта, или же у вас нет посоха, ну и собственно маунта вы и не получите, да? Что нам нужно? Нам нужен гнев дракона, вечный покой Торисгосы. Кто играл в катаклизме, кто играл после катаклизма, кто интересовался легендарками, знает примерно о чем пойдет сейчас речь. Кто нет, ну постарайтесь внимательно выслушать. Гнев дракона, вечный покой Торисгосы. Это легендарный посох, который собирался в рейде под названием Огненные просторы. Как мы видим, его могут собирать определенные классы, а именно Жрец, Шаман, Мак, Чернокнижник, Друид и Пробудитель. Если у вас есть один из этих шести классов, вы можете стартануть в Огненные просторы и начать квестлайн по сбору этого посоха. Займет два, может быть, два с половиной месяца. Окей. Как уже сказал ранее, мы выполнили всю цепочку абсолютно, мы получили игрушечку. Собрали, например, посох. Возвращаемся опять же к Лазурному хранилищу. И Колесгас даст нам новый квест. Будет новая небольшая цепочка. Тут мы где-то найдем цветочек в этой золотой точке. Примерно в равнинах Анары мы его посадим где-то тут. Потом в Тальдразусе, тут вот внизушки, мы продропаем песочек. И прилетим опять к этому склепу. Поубиваем мопцов, повзаимодействуем там различно с ними. И получим маунта. Получим маунта под названием Облик Террисгосы. И использовать этот Облик Террисгосы может только тот персонаж, у которого имеется в сумке Гнев Дракона. Вечный покой Террисгосы. То есть, это как бы для аккаунта плюс один маунт. Но вы в итоге можете его использовать только на том персонаже, на котором собран посох. Прошло целых 12 лет для того, чтобы компания Близзард подняла актуальность этого маунта. Этого Облика Террисгосы. Кто знает, быть может, его смогут использовать все персонажи на учетной записи в будущем. Возможно, об этом уже ведется обсуждение на форумах. Я, если честно, не слежу. Но компания Близзард молодцы, как говорится. Все новое, это хорошо забытое, старое. Это сначала Облик Террисгосы, который был вновь введен в актуальность 24 мая. Потом Скакунтираэля, введенный 25 мая Падающий Салочных Гоблинов. Это все, конечно, очень интересно. Куда движется Вов, вопрос очень интересный и открытый. На этом все, мой монолог окончен. Удачи вам в сборе легендарного посоха. А если он у вас уже есть, шуруйте делать квесты. Всех вам благ, счастья, здоровья. Берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!